Друзья, весенний радостный прайм-тайм приветствует вас! Мы продолжаем нашей рубрикой «Достань доставку», уже полюбившейся вам и нам, собственно говоря, тоже. Кроме всего прочего, хотелось бы напомнить о том, что, обновившись, мы не потеряли и не утеряли нашу традицию дарить вам билеты каждую пятницу. Итак, в эту пятницу мы разыгрываем билеты на спектакль «Дикарь Форевер» или «Несколько слов в защиту пещерного человека». В главной роли Борис Барский. Я бы сказал, даже в единственной роли Борис Барский. В единственной. Потому что это моноспектакль Бориса Барского. 30 апреля будет этот спектакль идти в 19.00 в Доме клоунов, соответственно. Как можно получить эти билеты, уникальные, я бы сказала, вам расскажет Николай Покровский? Все очень просто. В один определенный момент в эфире, но мы не скажем, когда, а мы теперь идем с 19.00 до 23.00, мы объявим конкурс. Звоните к нам в эфир, участвуйте в конкурсе, выигрывайте билеты. Условия простые, да нельзя. Да. Как вы думаете, такие же ли они простые, как сейчас мой звонок, который состоится у нас для рубрики «Достань доставку», я уже подготовил «Кому и куда». Кому и куда. Это будет заведение, которое называется Tokyo House. И у них есть такая функция, вот, наверное, видно, она называется «Экспресс Tokyo House». Видимо, они привозят как-то быстро и по-особому качественно. Вот и проверим. Собственно, узнаем. Буду играть в подозревающего всех КГБшника. Буду спрашивать очень подозрительно, буду узнавать детали. Но заказывать буду быстро, потому что время не дремлет, всем нам хочется есть. И главное будет, конечно, вопрос о том, за какое время они нам успеют доставить. Предлагаю набирать номер. Согласны, поддерживаем. 700-75-75. Давайте звонить. Уже. Алло. Алло. Алло, алло, алло. 775-75, это номер, по которому мы звоним. Алло. Добрый день. Добрый день. Tokyo House. Верно. Скажите, пожалуйста, могу я у вас заказать еду? Да. Какой район города? У нас фонтан, четвертая фонтана. Одну секунду. Твердый фонтан. Двердый фонтан, третий ваш. Сейчас, секундочку. Я вам только городской могу дать свой. Какой номер он там летит? 048. Да. 7. Да. 06-3. Да. 8-9-3. 8-9-3. Есть. Какая улица у вас? Фонтанская дорога. А номер? 11, господи. Фонтанская дорога, 11, да, квартира. Это офис, пятый этаж. Ой, ой. Да, говори каждый раз. Скажите, вот эти соевые спайси суши, они по одной у вас цена указана или там их несколько? Да, да, да. По одной? Да. Хорошо, тогда можно сяки? Да. Семгой. Хататегай. Да. Это он, гребешок, это имеется в виду рыбный? Ну, да. В смысле? Ну, ладно. Гребешок зарубится из соусенки мчи. Я понял, из икрой летучей сверху. Вот эти две штуки. И можно ли салат с, сейчас скажу вам, с, нет, не говядина, там что-то, телятина? Сантори, да. Сколько он стоит? Алло? Сантори, да. Да, подскажите, сколько он стоит, я не... 69 гривен. Отлично. И давайте горячие роллы. Бонзай классический? Давайте, нет, не Бонзай, давайте, наверное, Чикаго. Чикаго. Сколько это получается, подскажите? В сумме, что 91 гривна в течение часа ждайте. Идеально, а доставка бесплатна? Да. Хорошо, вы наберете, когда подъедете, да? Да, конечно. В течение часа, спасибо, жду. Да, пожалуйста. Ты почему не спросил, почему они экспрессы, почему ты не взял Бонзай? Ты знаешь, во-первых, я практически уверен, что нас заподозрили, потому что мне было, мне были отчетливо слышны всяческие задние звуки. Ну, мне... Побочные задние звуки в плане того, кто говорит на фоне. Саша подотаскался в этом. И, конечно же, мы с вами в этом убедимся, если все будет гладко. Ну, мы не будем, конечно, подозрений никаких. Ну, и так, а ты что-то слышал такое, что тебя натолкнуло на мысли какие-то? Да, мне показалось, что нас кто-то прослушивает. Я подозрителен сегодня. Нет, Саша, я тебе скажу, я прислушался к вот тому фоновому звуку. И там говорил другой человек, мужским голосом, таким же молодым, как у тебя, но человек говорил что-то другое. Он говорил, я хочу что-то там, а ты в этом... Нет, человек говорил, какой там офис, он говорил вот что-то в этом роде. Ладно, мы посмотрим в любом случае. Нам дали ровно час, вернее, мы им даем ровно час. Сейчас 19.24 на наших студийных всяческих устройствах. И уже в 20.30 мы, по идее, должны будем увидеть у себя в студии эти замечательные роллы. Напомню, что мы заказали горячие роллы, заказали Николаю салат из телятины. Вот такой вот интересный у них какой-то с вареной телятиной. И для Натальи, конечно же, заказали разные соевые суши, потому что Наталья держит пост. Вот рыбу ей нельзя. Это я так только что решил, не знаю, правда это или нет. Но я тебя умело подыграла. Достань доставку прилетела на ваши экраны. Прайм тайм на Первом городском. Привезли нам из Токио Хаус наш заказ, который делал Александр в 20 часов и 04 минуты. То есть практически полчаса назад. Очень быстро привезли. За 40 минут. Даже меньше привезли. Вот такой вот скромный пакетик, но как любят мои дорогие и любимые соведущие, брендированный. И даже чек к нему вот слегка измятый. Он брендирован, как, знаешь, реклама на квитанциях, потому что с одной стороны нам рекламируют, собственно, то, где мы заказали, а с другой стороны, пожалуй, иди в наш универсал. Конечно, номера мы вам не будем рассказывать тут какие, но как бы реклама тут двигатель торговли главный. Давайте посмотрим, что внутри. Пакет меня не особо интересует, интересует содержимое его. Ой, кто это? Это, как я понимаю, собственно, те роллы, которые мы с тобой, или это не роллы называются, а которые с соевой соей. А, это то, что Сашенька для меня заказал. Именно то, что для Натальи Чехова. Два лунтика маленькая. Ну, как всегда, это нас не очень интересует. Интересует только, почему оно так замотано, видимо, чтобы не пролилось. Это не закрыто было. Одна только штучка. Ну, нормальненько. Все красиво. В фольге. Это уже хорошо. Тепло, значит, будет. Ну, потому что это горячие роллы. Саш, я не хочу. Это на самом деле салат Николая, а не горячие роллы. Николай, пожалуйста, твой салат, держи его. А горячие роллы тоже в фольге. Фольгу я убираю. Саш, можно я поменяю горячие роллы? Я не хочу это есть. Хорошо, договорились. Оно как будто дышит. А где палочки? Палочки в пакетике, Наталья. И, собственно, горячие роллы, что, наверное, не новинка, но обычно заказывают классические. Мы заказали Чикаго, здесь есть копченый угорь. Посмотрим, насколько это все... Итого, Санторини, Колин салат, Спайси Сакэ Нью. Что это такое? Спайси Сакэ Нью, я думаю, что это... Это самое первое, что мы заказывали. Это вот эта вот непонятная вещь, которая, собственно, из сои. Я понимаю, тут нет водорослей, даже тут соя. Упаковка, тоже посчитана один с копеек. Один с копеек, который... Хататэгай Нью. Это вот один из них тоже. С гребешком, вот этот вот. Прекрасно. И Чикаго Ролл. Знаешь, да вот я вот лучше бы Чикаго Ролл съела. И нам все это обошлось в... Но, может, это очень вкусно. 191 гривна. 191 гривна. Да, совершенно точно. И оператор Анна почему-то, хотя общался вроде бы молодой человек. Общался я с молодым человеком. Ну что, перед тем, как приступить к идее, по традиции оцениваем общение. Со мной общались вроде бы вежливо, но как-то очень подозрительно. Хотя в агента КГБ играл я. Поэтому, естественно, пятерку полноценную поставить не могу. Поставлю четверку. Потому как ничего у меня не узнавали, не уточняли. Быстро принимали заказ в штатном режиме. Нормально, но, собственно, оценка хорошо. Это не 5, а 4. Переходим, наверное, к упаковке. К доставке, к чему-то такому. Давайте к доставке сначала. Я считаю, что твердая пятерка, потому что, ну, очень быстро доставили. Да, да. Обещали за час. Это заслуженная твердая пятерочка Tokyo House за доставку. Быстро, молодцы. И они теплые. Я не скажу, что горячие, теплые. Все нормально. Ну, они не должны быть горячими. Все правильно. Упаковка. Упаковка. Меня, честно говоря, не особо порадовал внешний вид. Это может входить в упаковку серверов? Я думаю, что да. Не особо порадовал вид этих роллов. Но я надеюсь, что они очень вкусные. И я попрошу добавки. Хочу обратить ваше внимание на один момент. Нас не спросили, сколько нас человек раз. Откуда взялись три палочки. То есть, видимо, по количеству... Интересно. По количеству блюд, возможно, да. Это раз. Второе, они спросили, учебные палочки или обычные. Николай будет мучиться. Я мучиться буду в любом случае, потому что не умею ни учебными, ни обычными. Мне бы вилку подавай. Но нам дали самые обычные, которые вот надо вот так вот разламывать. И как-то ими пользоваться, как я не умею. Пока мы так долго с тобой разговаривали. Больше всего меня смущает. Да, вот я все это время пытаюсь развернуть свой соус. А почему он так замотан? Да потому что у него тара точно такая же, как под то, что не проливается. А бывают такие штуки, которые специально, собственно, изготовлены для соевого соуса. Ну, может, немного сэкономили. Именно поэтому. Ну, за то, сколько полиэтилена, который ухудшает нашу среду, друзья, зеленую. Ладно, не будем привередничать. И еще такую оценку, как экологически чистый продукт. Ну что, поехали. Кто что пробует? Мы не поставили оценку за упаковку. За упаковку мы ставим 3 балла, потому что вариантов нет. Это все упаковано нормально, никто никого не прижал, но это не верх. Я не знаю, как это съесть. Ну, честно, я никогда такое не ела, я никогда такое не видела. Попробуй. Попробуй, поменяемся, я съем вот то, что у тебя разваливает. Не знаю, оно очень большое просто. Ну, пробуй. Может, ты попробуешь. Ну что, у меня, типа, большой рот, давай ешь ты, Александр. Хорошо. Вот так вот мы поменяемся. Здесь рыбы немного, я думаю, что можно. Все разваливается, правда, это... Эх, очень сложно. Есть один момент, о котором я бы хотел сказать. Ну, я не могу обвинить в том, что салат холодный, потому что все-таки нам привезли в 20.04. Мы открыли в 20, если я не ошибаюсь, сейчас в 35. Но в целом это вкусно. Ну, нормальный рот. Этот ролл тоже вкусный, хотя специфический, и в нем, если я не ошибаюсь, либо чеснок, либо чесночный соус. О таких вещах предупреждают заранее, потому как я могу не разбираться в наименованиях ваших новых блюд из сои. Ну, ролл Чикаго, горячий ролл Чикаго, в принципе, меня порадовал, ну, как нормальный вкусный ролл. Вот разве что ролинки могли бы быть потолще, ну, посмотрите. Это какой-то медальончик, а не ролл. Нет, ну, в принципе, это, скажем... Ну, ширина могла бы быть побольше, но это вкусно, это, да, я советую. Это нормальный размер, да. Друзья, учитывая все вышесказанное, могу сказать, что это твердая четверка, как мне кажется. Ну, вкусно, я оцениваю лично тоже четверку, абсолютно с вами согласен. Баллы мы не получили. Соответственно, у нас получилась калькуляция или не совершилась она? Не совершилась, давайте еще раз помним. 8, конечно же, 16 баллов. Это оценка выше среднего. Неплохая оценка. Да. Мы поздравляем Tokyo House с таким результатом и желаем впредь становиться еще лучше, еще быстрее, еще вкуснее и обратить особое внимание на упаковку. И думаю, что главное... Которая могла бы быть немного более герметична. Еще внимательнее к клиентам, узнавать очень мелкие подробности, например, кто сколько ест, кто чем ест. Потому что такие вещи, они обычно... Как дела и не соскучились ли вы? Совершенно точно, такие вещи, они, наверное, сервис делают сервисом, собственно, в самом широком понимании. Вот наше краткое резюме по поводу Tokyo House.